Вот это вот фотография моей мамы со мной. Мама сфотографировала, сказала, неизвестно, будем живы, не будем живы, но пусть останется на память. Вот это вот была последняя фотография перед самой плакатой. Когда война началась, мне уже было почти 4 года. Все искорки этих воспоминаний остались в голове. Но когда я уже стала подрастать, то вот эти картинки из памяти всплывали. И я задавала много вопросов маме. А что это было? А помнишь вот... Отец мой кадровый офицер. Он до войны уже участвовал в финской войне. А во время войны он был на Ленинградском фронте. А в блокадном Ленинграде мы остались втроем. Я, мама и моя младшая сестренка Элочка, которой тогда было годика два. Из своего блокадного детства очень ярко запомнилась буржуйка серебристая с трубой в окно. От бомбежек вылетели стекла. И вместо стекол торчала в окне подушка. Самый тяжелый был период, конечно, зима 1941-1942 года. И особенно конец зимы, когда уже силы человеческие ограничены были. И больше всего умерло именно в феврале, в марте. За один месяц умерло сто две тысячи. За один месяц. Если это так представить в наше время, то это почти целый микрорайон. Еще осенью можно было что-то купить в магазинах. Но потом из-за блокады запасы в Ленинграде заканчивались. Поэтому введена была карточная система. И по этим карточкам можно было что-то достать в магазине, но очень ограничено. И поэтому люди с вечера занимали очередь. Если привезут в магазин что-то, то что-то достанется. я помню, меня очень удивило, когда мама взяла молоток и стала разбивать стулья. И вот этими стульями топили буржуйку. Как нарочно зима 41-42 года в Ленинграде была самая продолжительная, самая снежная и самая морозная. Температура воздуха на улице достигала 35-37 градусов. А поскольку мы были изолированы от всей страны, то уже заканчивалось и топливо, и электроэнергии не стало. Электричеством снабжали только ремонтные мастерские, где ремонтировали танки, пушки и госпитали. А так ленинградцы жили в полутьме. И вот представляете, короткий день, темнеет рано, светает поздно, работы нет, в доме холодно, так холодно, что на стенах иней, нет воды, батареи не греют, не работает канализация. И нету хлеба. Это была зима, пурга, холодно. И вся очередь сбилась в кучку, потому что теплее в куче стоять. И когда привезли хлеб, открыли дверь, и очередь стала продвигаться в магазин, то из очереди выпал мужчина. Оказывается, он стоял в очереди уже мертвым. Смерть ленинградцев настигала в любой момент. Ленинградцы ложились спать и не знали, проснуться или нет. Шли на работу и не знали, вернуться они домой или нет. Ленинградцы умирали повсюду. Представьте себе заснеженная улица. Стоят троллейбусы с запорошенной снегом. А вдоль тротуаров лежат как пунктиры мертвые люди. Они не смогли дойти ни до дома, ни до работы. Транспорта не было, поэтому передвигались пешком. Ослабленный, голодный человек, он долго не может ходить. Если он падает, ему трудно подняться. А бывало так, идет человек, длинный путь, устал. И стоящие трамваи и троллейбусы на улицах использовали как стоянку для отдыха. Зайдет человек вовнутрь троллейбуса, а там уже кто-то сидит. Посидит человек, отдохнет, идет дальше. А тот, кто первый пришел, продолжает сидеть. Он уже сидит мертвый. И к тому, что кругом трупы уже ленинградцы привыкли. и были созданы специальные команды из молодежи, которые каждый день, каждое утро объезжали все подвалы, все дворы и улицы и собирали покойников. Грузили на машину, как бревна, не лежа, а стоя, так больше войдет. И увозили. Самое страшное в Ленинграде, особенно в первую зиму, это когда бригады молодых девушек обходили все этажи и все квартиры. Самое страшное, это когда входишь в квартиру, а там маленькие дети и умершая мама, а дети ползают вокруг мамы. Или была типичная такая картина, тогда были коммунальные квартиры, умирает бабушка и о ее смерти никому стараются не говорить. Зайдет случайно соседка, а что это у вас бабушка лежит? Да она спит, плохо себя чувствует. и вот бабушка мертвая могла лежать целый месяц и рядом с ней могли спать внуки. Почему? Потому что когда человек умирал, забирали его карточку, а если человек не умирал, ее карточку пользуются те, которые еще живы. А хоронить было некому, но злая земля, сил не было долбить ее, поэтому умерших людей привозили или к поликлинике, или к администрации, или к школе, а школу обычно использовали как госпиталь. И потом вот эти машины подбирали всех вот этих умерших и везли на кладбище. и по словам очевидцев, когда подъезжали к кладбищу, то там стояли штабелями трупы, мороз, закоченевшие трупы. Те, которые должны были похоронить, они сами другого распадали заживо, сами были голодные, ослабшие, поэтому было решено трупы кремировать. Использовали кирпичный завод где-то на окраине Ленинграда, кремировали 200 тысяч человек. Их никто не учитывал, безымянные люди, они все похоронены в Ленинграде. Ну вот, окончается зима, впереди весна. городские власти бросили клич, поскольку очень много трупов на улице, а греет солнце, а может начаться эпидемия, болезни, на что немцы очень рассчитывали. И поэтому в апреле месяце объявили субботник. И обессиленные ленинградцы, кто мог держать лом-лопату, вышли на улицу. вычищали трамваи, троллейбусы, подвалы, ото льда улицы. И из-под льда вытащили еще 26 тысяч покойников. не только убрали улицы, не только обезопасивали себя от эпидемии, но вычистили рельсы трамваев. И заработала маленькая электростанция в апреле месяце до такой степени, что пять маршрутов трамвая поехали по ленинградским улицам. И это все в бинокль видят немецкие солдаты. Они глазам своим не верят. Город, который должен уже умереть, а там пошли трамваи. на Ленинградском стадионе состоялся футбольный матч между командой «Динамо» и сборной города, куда вошли свободное дежурство милиционеры, солдаты выздоравливающиеся и студенты. И вот футбольный матч транслировался на двух языках, на передовую. на фронт. И немцы слышали. Они были в шоке. И генералы решили делегации поехать в ставку Гитлеру с предложением закончить войну, русский народ непобедим, восстановить старые границы СССР и закончить войну. Гитлер был взбешен всех этих генералов в отставку и приказал блокаде быть. гитлер. Гитлер сказать, что во время налетов, особенно первое время, немцы бомбили на протяжении нескольких часов подряд. А ближе к Новому году они стали реже бомбить. Циклично. Почему? Они рассчитывали, что за этот период, за осень и зиму ленинградцы все должны погибнуть. И зачем тратить специально снаряды, убивать, когда ленинградцы сами откроют ворота и впустят немцев. А потом немцы стали стрелять именно в часы пик, когда люди шли на работу утром или вечером возвращались. И у них были пристреленные места. Наши зенитчики в основном это были молодые женщины и девушки отряда зенитчиц. Они не подпускали немецкие самолеты к Ленинграду и тем самым немножко сохранили достопримечательности Ленинграда. И немцы немецкие самолеты часто бросали листовки на город, где обращались в основном к женскому населению. Женщины Ленинграда, призывайте своих мужей, братьев, сыновей бросать оружие. Ваша гибель неминуема. Если вы сдадитесь, вы сохраните свою жизнь. никто не верил этим листовкам, сразу рвали, уничтожали. И как-никак тяжело было ленинградцам, но паники не было. Связь с большой землей держалась только через радио, черная тарелка. Ленинградцы жадно всегда прислушивались к работе радио. По радио работал метроном. Если он работает медленно, это значит все спокойно. Если учащенно, значит приближаются немецкие самолеты. Значит надо готовиться бежать в бомбоубежище. Если очень часто бьется, значит самолеты уже над нами. И вот так по метроному ленинградцы ориентировались как себя вести, как себя держать. Но впоследствии ленинградцы перестали уже бегать в бомбоубежище, потому что сил не хватало туда и обратно. Первая победа была у нас, когда в Ленинграде заработала дорога жизни. В августе 1941 года в Ленинград приехала из Москвы делегация, которая должна была организовать эвакуацию ленинградских промышленных предприятий и детей из блокады. И оставили в Ленинграде члена правительства Алексея Николаевича Косыгина. Сам он родился в Ленинграде, отец у него жил в Ленинграде, он работал токарем, а на пенсию вышел, работал сторожем. И вот Алексей Николаевич Косыгин жил у своего отца и стал организовывать вот эту дорогу жизни. Осенью, когда уже начали крепчать морозы, пустили по льду сначала лошадей, лед выдержал, тогда пропустили легковую машину, лед выдержал, тогда грузовую, лед выдержал, и только после этого заработала дорога жизни. Подошла очередь эвакуироваться нам с мамой. До финляндского вокзала далеко идти, и нам повезло, когда мама возвращалась к подъезду, навстречу вышел офицер, представился и сказал, что он знает моего папу, и что в его распоряжении грузовая машина, и он может нам помочь доехать до вокзала. Вам пять минут собраться, я вас жду. Мама взяла ватное одеяло, документы, кое-какие фотография, и мы поехали. Мы приехали на вокзал, и там нас встречал раненый матрос. Это папа попросил, он узнал, что этот раненый матрос поедет на излечение домой. Я помню, мы ехали по дороге жизни, на грузовой машине, зима, темно, в основном дорога жизни работала ночью, потому что самолеты не видят сверху двигающиеся, в темноте машины, и фары у машин были синего цвета, потому что синий цвет не просматривается сверху. И вот мы едем холодно, вьюга, снег лепит, и вдруг резко останавливается наша машина, и все взрослые через борт выпрыгнули, а я осталась. И жду, смотрю вперед, они все вперед побежали. Возвращается мама, я спрашиваю, что случилось? Она говорит, пойдем, я тебе покажу. И вот я иду вместе с ней вперед. Мое детское воображение было очень богатое. Я увидела, что внизу из толщи воды на меня смотрят два больших глаза чудовища. Я даже испугалась. Мама говорит, ехала впереди машина, не заметили лунку. И она стала проваливаться задним бортом вниз. И так она и упала. А фары продолжают светиться синие. Я их приняла за глаза чудовища. Вот эта картина у меня до сих пор стоит в глазах. О блокаде не положено было говорить. лунку. иностранные журналисты были в Ленинграде. И они все это видели. Все это бедствие, этот голод, эти жертвы, это мужество, это терпение. И они обо всем писали. И в Европе знали раньше, чем у нас на воюющей части страны. Полностью о блокаде Ленинграда написал английский журналист Солсбери. У него такая толстая книга, где он собрал по крупицам воспоминания блокадников. Очень тяжелая книга. После войны было табу не разглашать, сколько умерло в Ленинграде. Разрешалось озвучить цифру 600 тысяч. В самом деле погибло более 2 миллионов, потому что до войны в Ленинграде было прописано 2,5-2,800, 2,8 миллиона человек. В Ленинграде давно уже не было воробьев, голубей, все было поедено. Не было собак, не было кошек. Люди доедали все, что оставалось в аптечках, ели все подряд. Некоторые отчаянные блокадники уже срывали обои со стен, потому что в мирное время обои клеили на крахмал, а это картофель. И вот эти обои замачивали тоже в ведре водой. Это все отстаивалось, фильтровали и вот эту жижу пили. Хлебом можно было назвать чисто символический хлеб, потому что в основном он был приготовлен из пищевой целлюлозы, из сосны, остатков муки, солод. и представлял собой очень тяжелую, влажную и очень темную массу. И вот эти скудные 125 грамм для неработающих и детей. Солдатам давали 250, нет, рабочим давали 250 грамм, а на фронте солдатам давали 300. и вот это вот все. Дома все запасы были уже съедены. Я помню, мама по несколько раз переваривала остатки кофе в зернах. И вот этот хлеб, который она приносила, нужно было разделить на три дозы. На завтрак, обед и ужин. И чтобы человек был сытым, этот хлеб, кусочек, запивали пятью-шестью стаканами воды, а воду брали или из Невы, там солдаты прорубали проруби во льду. И, конечно, подойти к этой проруби было очень сложно, потому что ослабевшие ленинградцы из ведра плещется вода, дорожка становится очень скользкой, падают, и набирая воду, еще долго стояли, чтобы немножко в ведре замерзла вода, чтобы она не плескалась. И потом уже можно было двигаться вперед в горку от этой канавки домой. Впервые диагноз дистрофия прозвучал в Ленинграде. Дистрофия такое заболевание, когда уже есть не хочется, организм сам себя кушает, а человек настолько ослаблен, что у него нет сил застегнуть пуговицу. голод мучил их. Но люди занимались, они отвлекались. Это так называемое ленинградское воспитание. Люди занимались литературой, рисовали картины, некоторые начинали писать научные труды, защищали дипломы недоконченные. искали какую-то работу, потому что весь день лежать в промерзлой квартире под ворохом одеяла это очень сложно. Поэтому ленинградцы старались идти в библиотеки, работали в библиотеке, работал кинотеатр, работал театр комедии, работала филармония, работало радио. и люди даже группировались в какие-то отдельные кружки по интересам. Были отдельно ботаники, отдельно литераторы, математики, инженеры. У них был какой-то диалог. В Ленинграде до войны еще знали Ольгу Бергольц, поэтессу. Но во время блокады она показалась самой преданной ленинградской. Она по радио поддерживала дух всех ленинградцев своими стихами, своей верой в победу. Нам от тебя теперь не оторваться. Одною небывалую борьбой, одной неповторимой судьбой мы все отмечены. Мы ленинградцы. Нас по морщинам узнают надменных, у сжатых губ, у сдвинутых бровей, по острым, не согнувшимся коленам, по пальцам, почерневшим от углей нас по улыбке узнают. Нечастой, но дружелюбной, ясной и простой, поверив в жизнь, по страшной жажде счастья, по доблестной привычке трудовой. Мы не кичимся бутными своими. Наш путь тяжелый и ноша нелегка, но знаем, что завоевали имя, которое останется в веках. Да будет наше сумрачное братство отрадой мира лучшим наверху, чтоб даже в будущем по-ленинградцам равнялся самый смелый человек. Да будет сердце счастьем озаряться у каждого, кому проговорят «Ты любишь так, как любят ленинградцы». Да будет меры чести ленинград. Да будет он любви бездонной мерой и силы человеческой живой, чтоб вмиг сомнения, как символ веры, твердили имя горькое его. Нам от него теперь не оторваться. Куда бы нас не повела война, его величием душа полна, и мы везде и всюду ленинградцы. Большим бедствием для ленинградцев были еще крысы. Я помню, я лежала в кроватке, почему-то одна была в комнате, видно болела, и мне было очень тяжело. еще было тяжело от того, что я чувствовала, что меня что-то давит, вот на грудь что-то давит. Я открываю глаза, а прямо передо мной крыса, она сидела на мне. Это был бич. Крысы нападали на младенцев, они тоже были голодные. А между прочим, ленинградцы хлеб прятали или в банке, или подвешивали к форточке на окно или даже в люстру, потому что мыши, крысы, они везде добирались. Я помню еще другой эпизод в комнате. Буржуйка. Мама стоит около окна, стола не было, а на подоконнике большая картонная коробка, как из-под телевизора, большая коробка, а в коробке лежит моя сестренка. Мама ко мне обращается, говорит, тебе не жалко, мы твоя розовая платьица оденем Эллочке, так ее звали. Мама нарядила мою сестренку, запаковали коробку, потом она говорила, что она отдала тело Эллочке дворнику, который за карточку хлебную отвез на кладбище. На какой мама не знала. Я сейчас вспомнила, мама ведь тоже была членом МПВО, местная противовоздушная оборона. Настолько организованы были ленинградцы, что в каждом доме дежурили каждую ночь на крышах во избежание пожаров. То, что пожарники были, а воды не было. Тушить нечем. Поэтому жители любого дома по очереди дежурили на крышах. Детей брать нельзя было. Но мама меня брала на крышу. Она говорила, если умирать, так вместе. Она меня оставляла около слухового окна. Раньше сейчас у нас крыши плоские, а тогда были крыши покатые. И здесь было слуховое окно. И вот я через него смотрела, я видела маму, и я была спокойна. А у мамы в руках щипцы длинные, металлические. если падала зажигательная бомба, она ударялась, разбивалась, и жидкость тут же воспламенялась, начинался пожар. Значит, нужно быстро ее схватить, бросить или вниз в песок, или в бочку с водой, не дать ей разбиться, не дать воспламениться. то есть я бывала на этих крышах и видела небо в прожекторах и эти самолеты, и свист этих бомб. И еще после войны очень долго этот свист преследовал меня. Такая память звуковая сохранялась долго, лет пять, наверное, после войны. Когда закончилась война, вернее, блокада Ленинграда, ленинградцы опомнились, что в городе нету кошек, поэтому развелось много крыс. Столько было крыс, что их танками просто давили. Если они переходили улицу, перейти нельзя было в стаи крыс. Так вот, ленинградцы запросили кошек. И из Ярославля, из Челябинска первый эшелон после прорыва блокады приехало начальство ленинградское, эвакуированные, а вторым эшелоном привезли кошек. И за кошками стояла очередь, а потом их просто стали выпускать. А некоторые умудрялись продавать кошек. И вот кошку продавали за 400 рублей, а сторож в то время получал 500 рублей. разводили кошек. Это было умилительно. Я жила у бабушки, и я заметила, что каждый день по нашей улице сначала издали какой-то перестук, всё ближе, ближе, и все ребята бегут к забору, висят на заборе и смотрят. А это шли военные немецкие пленные. Одеты они были мышиного цвета кители, пилотки такие зелёные какие-то табачного цвета, и на ногах деревянные сабо, колодки, которые очень звучно звенели по мостовой. Утром они жили на работу, вечером с работы. Их оставили для возведения разрушенных зданий. И, конечно, в это время, уже конец войны, в армии у Гитлера в основном служили мальчишки, последние мужчины Германии. И наши русские женщины в колонну бросали хлеб, яблоко вот этим немецким мальчишкам, солдатам подкормить. А вот у меня не было такого ощущения доброты. Я на них смотрела, я знала, что они нас бомбили, свистели немцы, бомбы. Это потом, может быть, проснулось понимание. надо сказать, что дети Ленинграда тоже несли свою ношу. В тяжелые времена дети взрослеют быстро. Отцы ушли на фронт, отцы любой профессии, даже те, которые раньше не держали оружие в руках. женщины встали на место их, а дети заменили взрослых в цехах полупустых. ребята стояли у станков и точили мины, патроны. Девочки дежурили в госпиталях, кормили раненых, которые не могли сами кушать, писали письма, которые сами не могли писать, стирали бинты, перевязывали, даже стихи читали, песни пели, отвлекали как-то солдат. То есть каждый нес свою ношу, каждый вкладывал частицу для этой победы. В 43-м году 15 тысяч ребят в возрасте до 15 лет, с 12 до 15 лет, те, которые работали на победу вместо взрослых. Их наградили медалями за оборону Ленинграда. 15 тысяч ребят. Самое яркое мое впечатление после войны, это оглушающая тишина. вот когда мы приехали в Киргизию под Фрунзе, я первый раз вышла, снег лежит такой синий-синий, солнце светит, слепящее, и такая тишина, я так привыкла к вою сирены, тревога, свист, бомб, это бросилось мне и запомнилось. И еще я запомнила в Запорожье уже красивые солдаты широкоплечие о ростом с меня. В то время было очень много инвалидов, и они передвигались на таких скамеечках, колесики, ролики, в руках деревянные, чем они могли отталкиваться. И для меня было странно, как это вот такой могучий солдат со мной вровень. Это было дико для меня. Страшно. Так что цена войны это здоровье наших близких. Мы, конечно, все помним, и мы должны помнить всех тех, кому обязаны сегодня жизнью. Я своим ребятам говорю, когда собираемся с большой семьей, я им говорю, что мы собрались здесь вместе только потому, что кого-то не убили, кого-то не расстреляли, кто-то не умер от голода. И поэтому у нас такая сейчас большая счастливая семья. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! А кто старше, я или кактус? Иван Иваныч старше даже твоего папы. Скажу по секрету, он почти мой ровесник. Однажды он спас мне жизнь и с тех пор всегда со мной. А как это получилось? А вот как! Когда я была маленькой, мы с мамой и папой жили в Ленинграде. Мама очень любила цветы, а я больше всего любила кактусы. И вот на мой восьмой день рождения папа принёс мне ещё один кактус. Он был кругленький, как мячик, а мягкие колючки можно было погладить рукой. Мне он так понравился, что я даже дала ему имя. Банечка! Это было весной 1941 года. А через несколько месяцев... Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная Война Советского Народа против немецко-фашистских захватчиков. Папа ушёл на фронт. Прошло полгода. Наступила зима и началась блокада. Так же, как и всем жителям, нам с мамой было очень трудно. В квартире стоял холод. Не было ни горячей, ни холодной воды. Мы с мамой брали вёдра и шли за водой к Неве. Я как могла продолжала заботиться о кактусах. Ставила их поближе к печке и согревала для них воду. Но, видимо, этого было недостаточно, и они погибали. Вскоре у меня остался только Ванечка. Каждый день за окном раздавался тревожный вой сирены. Мама собирала всё самое необходимое. Я заворачивала Ванечку в пуховой платок. И мы убегали. И вот однажды за окном снова взвыла сирена. В этот раз мама особенно нервничала и всё время подгоняла меня. Давай быстрее! Когда мы прошли уже половину пути, меня будто током ударило. Мам! Мама! Я забыла Ванечку! Мама уже хотела отругать меня, но вдруг... Знаешь, если бы ты не побежала назад, нас бы уже не было. Когда мы вернулись домой, я сразу взяла Ванечку и сказала ему... Спасибо! Потом мы с мамой сидели возле печки и ждали, когда кончится бомбёжка. С тех пор этот кактус всегда со мной. Я сейчас! Вот, это тебе, Иван Ивановичу. Знаешь, если бы Иван Иванович мог говорить, он непременно сказал бы тебе спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»